Эта тема, она всем нужна. Я хочу говорить о покое, о Божьем покое. И я хочу говорить на основании Писания. Потому что на самом деле есть очень много мест, которые Бог нам положил. Что для Него покой и мир в нашем сердце – это очень важно. Мы часто недооцениваем именно наличие покоя в наших сердцах, в нашей обыденной жизни. Просто часто мы даже не просим того, что нам это нужно. Потому что действительно Бог нас учит и показывает, что те решения, которые мы принимаем в жизни, мы должны принимать в покое. Мы не должны принимать, лишь бы принять, лишь бы быстрее из тех обстоятельств, в которых мы находимся. И вообще это цель Божья – привести нас в свой покой. Вот так Библия называет вообще землю обетованную. Знаете или нет? Вот Иисус Навин, Он вводил народ в землю обетованную. Но суть была в том, чтобы ввести народ Божий в покой. Чтобы народ Божий был в покое. Потому что где они до этого находились? Находились в рабстве, в Египте, находились в определенной системе экономической, политической, духовной, где не было покоя внутри них. И они взывали к Богу. И не было вот, ну, они должны были делать кирпичи, определенную норму для того, чтобы выживать. И они всегда были вот в этом раздражении, в обеспокоенности. А что будет завтра? А как будет завтра? А соберем или не соберем? Сделаем, не сделаем. Если не сделаем, нас бить будут. Если мало сделаем, нам еды не дадут. И так далее. Да, то есть, и вот оно, состояние человеческого сердца. Вам ничего не напоминает? Сегодняшний мир, он очень похож на то, что происходило там. Да, то, что вот вся система так устроена, что ты только вроде приходишь там к каким-то, какой-то стабильности в том или ином, как вдруг, да, ну, вот просто элементарно, да, там доллар был 30 рублей, и вдруг раз, он стал 60. И, ну, как я ориентировочно говорю. И все. Самое главное, что еще спокой. Тебя кинули, тебя обокрали. Системы этого мира, да, они вот, ну, направлены на то, чтобы тебя все время держать вот в этой нужде, в этой беспокоенности. Но Бог ведет нас в покое. Давайте откроем Исаия, 63 глава, 14 стих. Мне просто так нравится этот образ, что я вот хочу его просто вам передать. Я не так много могу сказать, больше того, не могу ничего сказать, но сам образ просто, я в него влюбился. Вот. И сегодня мы, ну, как бы, будем просто читать Божье Слово больше, да, как я думаю. Исаия, 63 глава, 14 стих. Ну, я с 13-го прочитаю. Который вел их через бездны, как коня по степи, они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Аминь. Вот такой образ нам Бог дает, да, вот просто представьте, да, вот это вот стадо, сходящее в долину, да, вот в эту долину, где зеленая трава, где вот место покоя, да, к водам тихим водит меня, да. И вот это вот стадо сходит, и Бог называет так, и Дух Господень вел их к покою, да. И вот здесь мы как раз и видим цель Бога. Куда нас Бог хочет привести? Бог нас хочет привести вот в покой, да. А покой он где? Он в первую очередь внутри, в сердце, да. То есть это, да, мы гоняемся очень сильно за какими-то, ну, вещами, которые мы хотим достичь в своей жизни, да, иметь, может быть, в своей жизни и духовными вещами, и хорошими вещами. Но Бог нам показывает, куда Он нас ведет, что вам на самом деле нужно, да, что нам очень сильно. И я вот считаю, что именно покой, он сильно, ну, недооценен. Вот, но наличие Бога, присутствие Бога сегодня в нашей жизни дает нам иметь покой, сверхъестественный покой. Хорошие стихи, очень, Еремия, 3 глава, 22-23 стих. Плач Еремии, да, я сказал, что не Еремия, а плач Еремии. Всем известны, многим известны стихи, но я сегодня, как-то вот меня Бог побуждает говорить, вот, частично тем людям, которые недавно крестились. И, возможно, они многое не знают просто, да, они даже не знают, где что находится, какие обетования где находятся. Вот. Я, знаете, двадцать, двадцать первый стих. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Аминь. Вот я сколько с Богом не перестаю удивляться, как вот бывают такие ситуации, бывают такие дни, что ты, проходя какие-то там моменты, настолько напряжен, настолько сокрушен даже где-то, настолько просто обеспокоен внутренне, что ты не знаешь, ну, что делать вообще. И ты даже думаешь, ну, как вот я вообще буду теперь вот вообще существовать во всей этой ситуации, зная вот эти вот новости, вот то-то произошло или то-то произошло. Я не знаю, что произошло, да, но просто обеспокоенность, просто вот, ну, меня там какие-то, может быть, даже собственные хотелки раздирают, какие-то собственные желания, какая-то собственная неудовлетворенность. Просто вляпался что-то, ошибки даже какие-то я совершил, может быть, да, и вот, ну, я не могу найти сразу покой моему сердцу. Все, вот, я хожу удрученный, я хожу опечаленный и внутренне, да, ну, сверхъестественно бывает. Ты ляжешь спать вот в этом, да, иногда, ну, как бы чуть, ну, уж позабудешь про это, просыпаешься и думаешь, и как рукой сняло. Вот нету просто этого состояния, нету, вот такой наш Бог, знаете, что, ну, действительно Он так работает. Я, ну, вот у меня однажды была такая ситуация, когда я был молодой, уверовавший, тоже, у меня депрессуха была сильная. И что это такое? Ну, вот печаль внутренняя, неудовлетворенность. Я не нравился, вот, ну, как бы, вот, мое, сам себе не нравился, внутреннее состояние не нравилось. Ну, вот, но я настолько думал, что это я и есть, то есть я настолько привык к этой ситуации, ну, как бы, вот, к этому состоянию. Оно меня мучило, оно у меня было. Ну, однажды просто вот взял и воззвал к Богу. Бог, убери печаль из моего сердца. И я однажды, вот, буквально на следующий день, я проснулся утром и нет этого состояния. Я помню этот привкус, я помню это, ну, у меня даже мысли, думаю, ну, нет, сейчас это, сейчас вернется через какое-то время. И оно не возвращается, и не возвращается. И день, и другой, и неделя, и месяц, и не возвращается. Понимаете, поэтому я говорю, я не знаю, для кого сегодняшнее слово, но Бог очень ясно мне проговорил, что покой его недооценен. Что просьба наша к нему о том, чтобы он ввел нас в свой покой и дал нам свой покой, она недооценена нами. Вот, именно недооценена. Знаете, как Иаков говорит в четвертой главе своего послания, он говорит, завидуйте, припирайтесь, там, мучаетесь. Ну, дайте я вот прочитаю. Послание Иакова. Это сразу после деяний, если кто не знает. Вот, ну, как на самом деле просто вот все происходит, все достаточно просто. Первого стиха, четвертая глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Да? Вот оно. Состояние часто человеческого сердца. Если мы, ну, как бы вот, откуда у вас вражды и распри? Да? Откуда у вас вот это вот состояние войны внутренней, да? Не отсюда ли от вожделений ваших? Да? Мы иногда думаем, он виноват, тот виноват, ситуация виновата и так далее. Но Библия нам говорит, не отсюда ли, не отсюда ли, просто от ваших вожделений, воюющих членов ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете. Да? И вот он это все перечисляет. Не имеете, вот припираетесь, враждуете, завидуете, убиваете, жаждете вот этого всего. Ответ один. Видите, здесь или нет. И не имеете, потому что не просите. Просто потому что не просите. Просто потому что даже не знаете, вот что оказывается у Бога можно попросить, что нам иногда нужно, чтобы Бог не изменил ситуацию вокруг нас, а изменил наше отношение к этой ситуации. Изменил состояние нашего сердца. Дал нам другой взгляд. Или просто вот так вот рукой убрал это состояние. Потому что вот реально то, что я не перестаю удивляться Богу, как Он просто вот, как будто бы рукой провел, да, даже такое выражение есть, как рукой сняло, да, вот, и Бог Он такой, и Бог Он реальный, и Духом Своим Он нас обновляет, и милосердие Его каждое утро к нам обновляется. Вы это понимаете? Мы должны это понимать, что Бог за нас, Бог не против нас, тем более, когда мы во Христе Иисусе. Это то, что мы должны понять, вот, просите и не получайте, а потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, да, то есть вот, ну, не того просите, да, ну, и так далее. Вот, Псалом 22, да, у нас, 22 у нас Господь мой пастор, или 21? Какой? 22-й Псалом. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях и вводит меня к водам чистым, тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Аминь. И вот кто, да, Господь, и мы должны понять, мы то, что мы сегодня, вот то, с чего я начал, Бог, Он царствует, знаете, ну, нет ничего, что выходило бы за Его контроль. И об этом нужно все время вот себе напоминать, в этом нужно действительно пребывать. Как бы мы вот далеко не уходили в своей христианской жизни и вообще в жизни, мы должны напоминать себе, что царствует Бог, что Бог все контролирует. Все, что со мной происходит, оно происходит вот, ну, под Его контролем в любом случае. Даже если я ошибаюсь, даже если еще что-то, ну, происходит, но, и, да, и я понимаю, что даже никакие ошибки, мои ошибки, не могут меня из Его руки вытащить. Понимаете? Не могут. И вот это тоже нужно понимать, потому что некоторые люди, они настолько, ну, как бы иногда теряют мир, теряют покой, теряют уверенность, поступив, ну, самое главное, что ты хочешь делать правду. Самое главное, что ты хочешь быть с Богом, да, ты внутри своего сердца отвечаешь себе на этот вопрос, Бог, я хочу. Но с тобой может иногда происходить, ну, такие вещи, что ты можешь попадать в ошибки. Твое сердце может увлечься чем-то, даже похотью какой-то или еще чем-то. Но здесь Давид говорит, что подкрепляет душу и направляет меня на стези правды ради кого? Ради меня? Нет. Нет, Он это делает ради Своего имени, потому что Он верный. Моя неверность Бога от меня не отдаляет. Скажи аминь. Если мы неверны, написано в Библии, то Он остается верным. Но если мы отречемся, и Он отречется. Вот. Поэтому, проходя вот эти вот моменты, да, мы не должны как бы забывать об этом, что Бог все равно все контролирует, что мы должны вот, ну, ожидать иногда. Все, что нам иногда нужно, это дождаться вот этого утра, когда милосердие Божие, оно обновится. Когда ты вновь почувствуешь Его присутствие в своей жизни, и даже Он, может быть, не исправит ту ситуацию, за которую ты так переживаешь. Она, может быть, не изменится. Но то, что ты почувствуешь Его присутствие, или какое-то Его слово, или какое-то Его откровение в другой сфере, в другом направлении, оно просто должно дать тебе уверенность, Бог с тобой. Чего страшного? Ничего страшного не происходит. Потому что есть иногда какие-то вещи, которые Бог, ну, не будет менять сразу. Помните, вот у Павла было жало в плоть? Вот, трижды написано, я молил Бога. Но Бог говорит, благодати моей достаточно. Я не уберу эту вещь из твоей жизни. Вот, поэтому христианство, оно такое. Но в Боге мы можем иметь покой, да. И вот здесь, да, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что меня успокаивает? Его власть и Его водительство, да, что я, ну, как бы, вот, ощущаю Его власть. Я под Его властью. У Него есть жезл, у Него есть сила. У Него есть власть меня остановить, меня успокоить. Я, ну, как бы, это вот, ну... И там, знаете, у пастухов у Него посох был с крючком. Ну, многие так говорят, у Него был длинный посох, и был конец на крючке. И вот эти вот вещи, жезл и посох, Давид говорит, они меня успокаивают. Чем они меня успокаивают? Да даже если я от Него отойду, даже если я сделаю какие-то ошибки, Он меня все равно зацепит и подтянет. Вот на что надеется Давид. Что Он сделает это ради имени Своего. Аминь. Вот, поэтому мы вот часто будем вот в этой сфере, ну, как бы, да. Я Вам не пытаюсь сейчас развязать руки для того, чтобы грешить. Да, но Вы будете грешить, Вы будете ошибаться. И потому что, если Вы не будете ошибаться, ну, Вы будете еще во более опасной ситуации. Знаете или нет? Потому что вот был один ангел супер, который не ошибался. И все, и Он навсегда уже отвергнут от лица Божьего. Ему не дано покаяния, не дастся, Он совершенный. Потому что, да, Он уже вот в своем этом. И Он сейчас просто против Бога. Поэтому то, что мы ошибаемся, это говорит нам о том, что мы люди. Вот, я говорю, что все я с Вами до конца века. Да, вот, Он сказал эти очень важные слова. И мне дана, говорит, вся власть на небе и на земле. Понимаете, о чем это говорится? Да, то, что, ну, никто не похитит Вас из руки Моей. Бог обещает. Псалом 114, 7 стих. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодействовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, и очи мои от слез, и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господнем на земле живых. Да, вот. Мы должны говорить своей душе. Мы должны приказывать своей душе, да. Да, Давид говорит, душа моя, что ты унываешь? Бога славь. Да, то есть, вот мы, вот такие мы люди, но Библия нас учит управлять своей душой. Библия нас учит управлять своими чувствами и эмоциями. Аминь. Мы, вот, то, куда нас Бог пытается привести, это именно вот в это. Сделать нас любви к людьми, которые умеют и могут совладать с собой, да. Владеющий собой, написано, лучше владеющего городом, да. И вот в этом мы должны тренироваться, в этом мы должны усердствовать, да. Об этом мы должны помнить, и это должны напоминать себе. И радоваться, да, когда, ну, как бы быть открытыми, потому что Бог, Он, ну, Он действительно действует. Давайте откроем евреям, 4 глава. Я говорю, хочу сегодня больше мест читать. Вот так меня повело, что, ну, вот, само Слово Божье, оно говорит. И я просто очень хочу, чтобы вы сегодня получили, получили именно вот в свое сердце эту уверенность о том, что Бог за вас. О том, что Бог не против вас. Никакие ошибки, никакие твои эмоции, никакие твои вот иногда там опустившиеся руки, они не влияют на Бога. И они не влияют на Его отношение к тебе. Понимаете, Он другой. Вот мы говорили, Бог царствует, и Вселенная поэтому тверда. Он не изменяется, Он не, вот, ну, не огорчается так, как мы, да, что все, не хочу ничего. Да. Но вот чего мы должны остерегаться. Четвертая глава, с первого стиха. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Да, вот тоже, да, вот как можно опоздать войти в покой? Вот как? Чтобы никто из нас не оказался опоздавшим. Ведь, ну, можно ведь войти, вот, как будто вот связано со временем, да? А вот не опоздаю ли я, а успею ли я войти? Вот поэтому это то слово, которое Бог говорит, ну, не нужно ничего ждать. Входи в покой. Не будь опоздавшим. Если для тебя войти в покой это завтра, то твое завтра будет всегда завтра. Вы знаете, что завтра, оно всегда завтра. Аминь. И если ты не понимаешь этого, и поэтому Бог именно про это и говорит, что есть только сегодня. И вот сегодня нужно войти в покой. Потому что если ты будешь собираться войти в покой завтра, ты опоздал. Аминь. Поэтому входи в его покой сегодня. Размышляй об этом сегодня. Да, сегодня проси его ввести тебя в покой. Сегодня проси его вот успокоить твои эмоции, успокоить твои чувства. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышанных. Слышавших, да? Вот сегодня мы одно и то же слово слышим. Но мы растворяем вот это слово верою, да? А входим в покой мы, уверовавший так, как он сказал. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Понимаете, да? Что Бог уже, он не только шесть дней создал, шесть дней там вот создавал работу, он уже создал седьмой день. Седьмой день произошел. Сейчас вся тварь ожидает восьмого дня. Знаете или нет? Восьмого дня. Давид был восьмой сын. Вот. И царство Божие, оно как вот и восемь бесконечностей, да? То есть, вот, но мы должны в этот покой войти совершенные. Семь это число совершенства. И седьмой день это вот число этого, ну, да, для Бога этого покоя. И здесь вот, ну, сказано, что, третий стих. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Понимаете, вот, ну, вот, Писание учит нас думать. Учит нас думать, оно расширяет наше сознание, оно нам, оно вот, ну, ломает наше, как бы, представление, да? Причем здесь это вроде, да? Я поклялся, что они не войдут в покой, хотя дела его были совершены уже, да? То есть, как бы, это о том, что, ну, покой уже существует, покой уже есть, в него нужно входить, в него можно входить. Сын человеческий, господин субботы, аминь. Господь наш покой. Итак, как некоторым остается войти в него, а тем, которые прежде восвящено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день, ныне. Что такое за день ныне? Сейчас. Аминь. Сегодня. Говорят через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьей еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого обоюду острого мяча, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намеренно сердечные. Аминь. Это вот Слово Божье, который стих мы любим цитировать, что Слово Божье живо и действенно и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Этот стих, он применяется вот к этому контексту, да, в первую очередь. Понятно, мы можем брать, выдергивать, и это тоже работает, но сегодня оно применяется к этому контексту, да, чтобы мы услышали, что нам нужно вот это разделение души и духа, составов и мозгов, чтобы мы были не плотские, чтобы мы были не младенцы, чтобы мы не были вводимыми только своими чувствами. Но у духовных что? Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Добра и зла, да, поэтому мы должны научиться, вот, ну, разговаривать со своим сердцем. Мы должны понять, что есть наше сердце, что есть наша воля, чувства, эмоции, и что есть Бог. Аминь. И давайте мы прочитаем, вот, ну, одно из моих любимых мест Писаний. Бог очень сильно говорил мне через Него и исцелял меня через Него. И я бы очень хотел сегодня, чтобы Бог вас исцелял через Него. Это 1 Иоанна, 1 Послание Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Аминь. Мы потом дальше прочитаем, или не будем прочитать, но, ну, ладно, давайте так. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Вот, да, вот что происходит часто с людьми. Что сердце наше нас же осуждает. Да, что сердце наше нас осуждает. И здесь есть ошибка перевода. Ошибка, вот именно смысла перевода, да, то что, что мы здесь можем увидеть, да. Ибо если сердце наше нас осуждает, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот вы когда читали, вы, может быть, кто-то, да, вот вы как думали? То есть, если наше сердце нас осуждает, то подавно Бог, коль ми паче Бог, да, нас осуждает. Так думали, нет? И часто этот стих так используют иногда люди. Но этот стих не об этом говорит. Этот стих говорит о том, что наоборот, если сердце наше осуждает, то коль ми паче Бог, это нужно понимать, как-то Бог, ну, насколько Бог лучше. И смысл именно такой, что Он-то нас как раз не осуждает, Он больше нашего сердца и знает все. Знаете, я когда был младенец, я прочитал этот стих и понял именно так его, и Бог меня просто вот утешил через этот стих. И было потом время, я помню уже там лет через десять, я послушал опять же какую-то проповедь, и я усомнился в том, что, похоже, я неправильно интерпретил этот стих, что я даже проповедовал на этот стих, да, вот. Я его, вот как будто от меня просто было все закрыто, вот как будто мои, вот, я даже, ну, даже, я даже не сомневался, знаете, я вот прям так вот прочитал, что если мое сердце меня осуждает, вот в этом у меня и была депрессия самая основная, понимаете? Вот то, что я пытаюсь сказать, это вот как раз этот стих из того времени, где мне было как бы очень непросто внутренне, да, вот внутренне у меня все тосковало и сжималось внутри. И Бог мне дал вот этот вот стих и проговорил в мою жизнь через этот стих. И я у меня как будто вот, я ничего другого не делал, я даже не смог задуматься о том, что есть какой-то другой смысл. Я сразу прочитал именно вот тот смысл, который сейчас вам передаю, что если мое сердце меня осуждает, то насколько лучше Бог знает все и меня не осуждает, вот. И потом, я говорю, через 10-12 лет я чуть-чуть усомнился, думаю, наверное, я какую-то ересь придумал, наверное, это я просто сам под себя вот так вот Писание подстроил. И я начал разговаривать с собой, потому что вот я, ну, услышал, действительно вдруг мне открылось, что здесь же по-другому все, что здесь вот, ну, коль ми паче Бог, он знает все, то насколько Бог меня, ну, как бы, насколько он еще строже на меня смотрит. И я вот почти усомнился, потом я думал-думал об этом, но думаю, нет, я знаю, я христианин, я знаю, что вот в этом стихе есть сам Дух Христа, вот именно вот в этой мысли есть сам Дух Христа, что меня Бог-то не осуждает, меня Бог-то оправдывает, меня Бог-то любит, понимаете, меня Бог-то, вот Он понимает меня, да, понимает все мои, там, заморочки. И как подтверждение, приехал я в институт учиться, и спасибо Богу за учителей, которые знают греческий язык, и которые вот, когда нам просто много там преподавали, и мы разбирали вот ошибки там синодального перевода какие-то смысловые, вот этот стих был там один из, ну, вот ключевых таких, и преподаватели, я думаю, спасибо Бог, что вот, ну, что ты мне духом открыл вообще это место, этот стих, потому что, ну, меня вот на протяжении многих лет, и вообще вот из этой вот трясины достал именно вот этот вот стих, что Бог, ну, Он меня не осуждает, что даже когда мое сердце осуждает меня, Бог больше моего сердца знает все, и меня не осуждает. Мне так это нужно было, меня так это вот, ну, по-настоящему ободрило, и вот дало надежду, вот. И другой стих есть тоже, вот сейчас я его вспомнил, который я, может быть, даже до сих пор не понимаю, правильно я его интерпретирую или нет, но вот есть, по-моему, он тоже в первом Иоанна, вот как вы его понимаете. Третья глава тоже, третий стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Вот. И вот, ну, вот, меня когда-то этот стих тоже кормил и очень сильно-сильно-сильно ободрял вот в этом времени. И вот даже сейчас я думаю, вот о чем он говорит, что всякий, имеющий надежду на него, очищает себя. Вот что вы здесь слышите? Что раз я на него надеюсь, значит, я должен максимум приложить усилия для того, чтобы быть чистым. Ну, так или нет? Как вы читаете? Как вы слышите? Вот, ну, я даже сейчас думаю, что, возможно, это и так. Но когда-то Бог духом своим проговорил в меня именно о том, когда я вот чувствовал себя недостойным, чувствовал себя в унынии, чувствовал себя в печали, я читал этот стих так. «Имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». То есть, как бы, то, что я просто имею на него надежду, это уже очищает меня. Аминь? Вот. Поэтому это то, чем я хочу, как бы, вот, ну, делиться, да, что есть такие вот моменты. Поэтому ваше дело, как вы будете верить тоже, да, ваше иногда дело, как вы будете слышать, читать, там, и так далее. Действительно, вот, Слово Божье, оно, оно настолько универсально, что оно может даже вот, знаете, вот, вот, вот это вот «я есть», это «быть», становиться тоже, знаете, вот он является и становится, да, то есть, как бы, Бог, он говорит с нами. Поэтому найдите в Писании вот эти вот места, через которые Бог вам проговорит, через которые Бог будет лично просто вот ободрять и утешать ваше сердце. Да, что вот, ну, вот, я чувствовал себя нечистым, я чувствовал себя недостойным, но когда я имел вот этот стих, ну, всякий надеющийся на него очищает себя так, как он чист. То есть, все, то, что я надеюсь на него, уже меня очищает. То, что мое сердце, оно меня, да, судит, но есть Бог, который больше моего сердца. Вот, и поэтому я уже могу иметь покой в нем, понимаете? Это самое главное, что это соответствует духу Христа. Мы должны больше узнавать, как бы, его дух. Если мы что-то где-то неправильно понимаем, Бог поправит, понимаете, поправит. Не бойтесь, вот, ну, брать все эти моменты и к себе применять. Давайте откроем Марка, 4 глава, прочитаем историю, как Иисус нас учит иметь покой. Он оставляет ученикам очень яркий пример того, как он вообще владеет собой, владеет своими эмоциями, владеет своим духом, владеет своей душою. 38, 36 стиха я прочитаю. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкнет, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Аминь. И вот яркая очень иллюстрация. Вообще, ну, представляете, что там происходило? Там написано, великая буря. Кто-нибудь был на море в качку вообще? Я не был в большом шторме, но иногда видел. Был на Волге, хватало на самом деле. Тоже был однажды напуган. Помню, меня папа вез, я был маленький, меня он нас вез на зелененький и на лодке. И он не смог нас даже довезти, мы просто причалили там поближе к берегу, он нас высадил. Я очень сильно переживал за папу, что он утонет на обратном пути. Потому что вот волны были просто, вот ее накрывало и она утопала. А там море, да. И вот в такой ситуации попадают ученики. Представьте Иисуса. Он спит на корме, на возглавии. Да, вот на этой вот части, которая вот... Или, ну, не важно, не важно где там, но на любой части там будет вот это, да. И он просто спит. И вот этот пример он нам оставляет. Что есть ситуации, есть моменты, в которые, ну, на самом деле ничего делать не стоит. Понимаете? Не стоит как-то вот против этого противостоять. Нужно просто взять, лечь спать и потом проснуться. Проснуться и сказать, Бог, спасибо за то, что милосердие Твое каждое утро обновляется. Аминь. Понимаете? И все. Вот он нас учит этому. Он нас сам этому учит. И потому что, ну, вот, если ты смотришь, что ты ничего практически не можешь сделать в этой ситуации, все, отпускай, доверяй Богу. Вот каждый из вас ведь это знает. Мы все здесь с вами немолодые люди. У кого вот были такие ситуации, которые никогда не разрешились? Ни у кого. Потому что все ситуации в итоге разрешились. И разрешаются. Вот какова она не была. Но проблема, что мы очень часто в этой ситуации тратим кучу нервов, растрачиваем себя, делаем глупые какие-то решения, начинаем вот что-то вот выдумывать. Или, ну, а многие просто, ну, идут пьют, идут колятся там, да, и так далее. Это вот именно то, часто из-за чего. Вот мне один человек тоже там недавно, я говорю, ну, почему ты, зачем ты это сделал? Он говорит, ну, я так вот столько ошибок сделал, там, крутил, там, ремонтировал мотор, и я вот там с механик, механик со стажем 20 лет, и не догадался до такой ерунды, и потратил ваши личные там деньги и так далее. И в итоге пошел и напился потом. И, ну, и, как бы, зачем, да, зачем? Вот, потому что в жизни всегда полна таких ситуаций. Но эта ситуация не для того, чтобы ты, вот, взял и разрушил благодаря этой ситуации всю свою жизнь, наделал глупостей. Просто подожди, просто подожди, эмоции улягутся, и сердце твое успокоится. Придет новый день, и ты просто вообще эту ситуацию по-другому увидишь. Ну, так или нет, всегда бывает, ты когда разгоняешься, 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 ты видишь, ну, вот, все, вообще, я даже не знаю, как буду это решать. Она такая, что невозможно ее решить. Но вот таким образом Бог все создал, и нас создал, что вот прошло какое-то время, и ты смотришь, и она уже не такая большая, и не такая уже она и острая, и не так уже как-то я сильно переживаю, могу уже как-то ждать, могу уже терпеть и так далее. Вот чему учит Иисус. Вот, поэтому нам нужно научиться, как детям Божьим, пользоваться Его покоем, входить в Его покой, доверять Ему, да, потому что Он пастырь, да. Он скажет, ничего с тобой не приключится, не будет тебе зла. И, ну, естественно, мы не должны путать сон, да, с духовным сном, да, что был Давид, который должен был идти на войну, а Он спал до вечера, да, и начались проблемы. Да, я не проповедую про сон духовный. Вот, совершенно две разные ситуации, знаете, ну вот часто лукавое сердце человеческое, оно... Нужно идти работать, нужно идти что-то делать, нужно двигаться, а ты спишь. Бури нету, а ты спишь. Вот. Спи в бурю. Спи, когда ничего не можешь сделать, да, просто успокаивайся и иди спи. Это то, чему учит Иисус. Иисус, хорошая иллюстрация с Петром, деяние, 12 глава, 6 стиха, да, всем известное место, когда Петра схватили, Иакова до этого казнили, отрубили голову брата Иоанна, да, одному из апостолов, и также схватили Петра, и у них план был точно такой же. То есть, да, мы понимаем, что это не игрушки, что это не, вот, какие-то там легкие такие ситуации, как у нас иногда бывает, что же делать, где денег взять или еще что-то, да. Тут вот, ну, вопрос на грани жизни и смерти. Все, человека схватили и завтра должны вывезти для того, чтобы убить. Все, ситуация однозначная. Когда же Ирод хотел вывезти его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. Да, там было написано, и задержав его, посадили в темницу и приказали четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывезти его к народу, да, четыре по четыре. То есть охрана была куда серьезная, да. И так, что даже вот просто, не просто его там в какую-то камеру посадили, а так посадили, что еще два, здесь написано, да, между двумя воинами, представляете, вот просто, да. То есть вот они прям все меры предосположенности, все, никаких шансов, да, и мы, наверное, если бы там кино какое-то смотрели, то нам Петр, наверное, там нашел бы отмычку, начал бы ковырять там эти, там, и всех там избил, как этот наш любимый какой-нибудь актер, Джет Ли, например, да, вот. Но Петр что делает? Просто спит, и все. Он просто спит, полностью доверяясь Богу, да, как бы, да, но если Богу будет угодно, значит, будет так, да, потому что вот он видел Иисуса когда-то, да, спящего вот посреди этой бури, да, и когда Иисус встал, он запретил, он все изменил, он говорит, ну, что вы, да, вот, что Бог нам хочет сказать, что вы так боязливы, да, Иисус, ну, они видят Иисуса или нет? Иисус есть в твоей жизни. Ты уверен? Иисус есть в твоей жизни. Ну, все, если Иисус есть в твоей жизни, то, ну, какие проблемы могут быть? Вот и они так же, они на лодке на этой, лодку колебнут, но они видят Иисуса, он спит на возглавии, да, тот, который их ведет, тот, он с ними пребывает, тот, ну, который от Бога, тот, с которым Бог, и вообще, который есть Бог, да, он с ними, и это самое главное. Это то, что, ну, должно, вот, мы научиться должны мыслить так. Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего? Ложись спать иногда. Ложись спать, не переживай. Милосердие Божье само обновится, и ты будешь, ну, жить в благодати, понимаете? Нам надо научиться пользоваться благодатью. Потому что, ну, действительно, Бог не хочет, чтобы мы вот все сделали своими силами, быстрее тут накосячили, тут надо быстрее исправлять. Иногда ничего уже исправить нельзя. И нужно просто, вот, ну, принять ситуацию, покаяться, если есть, да, грех, да, если есть твоя ошибка. И все, и ожидать от Бога, когда Бог, ну, сам поборет за тебя. И вот ангел Господень предстал, и свет осеял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояжься и обуйся. Он сделал так. Потом говорят ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу. И вдруг ангела не стало. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. Аминь. Очень круто, да? Очень вот, ну. И я опять же хочу сказать, что это не притча. Это не притча. Это реальный ангел. Это реальный человек Петр. Это не просто какая-то вот история. Это просто про то, что Бог способен послать ангела в твою ситуацию. И Бог пошлет ангела, если это нужно будет. Можешь доверять ему. И мы видим, что вот, ну, ничего Петру не повредило. Никакая охрана, никакое количество проблем, оно, вот, Бога вообще не могут остановить. Твой Бог – это Бог всемогущий. Аминь. Скажи это внутри себя и понимай это, и живи с этим. Бог наш, есть Бог всемогущий. Невозможное для человека, возможно Богу. Я не знаю, как решится твоя проблема, но Бог знает. Имейте веру Божью. Для того, чтобы сказать горе, передвинься и в море. Кто не усомнится в своем сердце, но скажет горе, то будет так. Иисус об этом говорит. Иисус так жил. Иисус нам показывает, Иисус нам показывает все свои жизни. Вот этот вот пример. И мы видим, что с людьми Божьими то же самое. Петр, да, попадает в темницу, тоже в самую дальнюю камеру, в самом дальнем углу. И они просто начинают славить Бога. И вдруг великое землетрясение. И они не просто были освобождены, но они еще привели к Богу целую семью вот этого охранника, да. И в этом городе появилась церковь с этого момента. Поэтому, ну, я говорю, нам нужно ободриться, нам нужно научиться мыслить духовно. Мне нравится, ну, я, по-моему, уже говорил, такая это выражение тренингов. Но, в принципе, оно подходит очень под духовные вещи. У меня жена бизнес-тренингом, тренером была и много любила вот эту фразу. Сила в безразличии. Знаете, понимаете, о чем это говорится? Нет, сила в безразличии. Чем ты больше, как бы, эмоционально часто заинтересован, да, и наблюдаешь за этим, и смотришь за этим, да, то тем, ну, труднее, тем труднее силе прийти в твою жизнь. Да, и мы видим, что Петр, ну, он просто доверяет свою жизнь в руки Бога и говорит, что, ну, если нужно за Христа страдать, буду страдать. Ну, и он как бы вот спит, потому что как безразличие проявляет к этим проблемам. И это, ну, не то чтобы помогает Богу, да, но вот, ну, действительно так часто, да, когда ты вот на что-то прям пристально смотришь, а как Бог будет действовать, как Бог будет работать. Бог хочет тебя отвлечь часто от твоей проблемы, чтобы вот рукой снять твою боль, решить твою проблему. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Павел говорит, я научился быть довольным, да, и это тоже об этом. Что такое довольство? Это вот и есть покой внутренний, да, вот это вот состояние довольности, состояние покоя, да, состояние удовлетворенности внутренней. И он говорит, и это не зависит от того, что много у меня или мало у меня. Аминь. Это просто зависит от того, научился я этому или не научился. Аминь. Вот что Бог хочет. Бог хочет привести нас в покой. Бог хочет, чтобы мы стали действительно людьми, которые вот, ну, умеют собой обладать, да, умеют обладать своими эмоциями, своими чувствами. Что такое терпение, знаете? Ну, как вот такое определение, да, это умение сохранять спокойствие в непредвиденных, меняющихся обстоятельствах, сложных обстоятельствах. Умение сохранять спокойствие. Это и есть настоящее терпение. Вот. И написано «терпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше владеющего городом». Аминь. Исаия 66, 12. Это конец книги Исаии. Это, ну, такое вот кульминация, манифестация пророческого вот служения Исаии, да, где он так сильно видит эту картину будущего, да, того, что Бог делает, того, что Бог собирается сделать, да. Вот этот вот Дух Христов через Исаию говорит, там вот очень много, да, что, ну, читайте вот последние главы Исаии, там, буквально последние десять даже глав. Это очень, очень красивые такие пророчества, да, прямо из Духа взятые. Вот с девятого прочитаю. «Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или давай силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой, возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его, возрадуйтесь с ними радостью все сетовшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сослов утешения его и упиваться и наслаждаться преизбытком славы его». Я бы хотел слово Иерусалим заменить на слово церковь, церковь избранных, да, что этот город возлюбленный, да, Богом, вот это общество людей, это этот символ, знаете, это не тот еврейский Иерусалим, да, физический, да, потому что написано «это земной». Павел однажды говорит, этот земной Иерусалим, это, ну, он земной, но нас интересует вот этот Вышний Иерусалим, который матерь всем нам, он говорит, да, и вот этот Иерусалим, это и есть церковь, да, есть город, да, и показал я ему, да, вот в конце, в откровении написано «и возвел меня на великую гору», да, и показал, и там ангел, помните, говорит он, пойдем я покажу тебе невесту Агнца, да, невеста Агнца кто? Церковь, да, и потом он говорит, и вот я увидел город, Небесный Иерусалим, сходящий с небеса от Бога, приготовленный как невеста для жениха, аминь, вот, ну, как бы, о чем Бог говорит, вот о чем пророчество Исаии, да, поэтому умейте переключать мозги, умейте переключать мозги при слове Иерусалима, подставляйте церковь, это ваше обетование, аминь, это наше обетование, обетование нашей церкви, аминь. Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, на руках будут носить вас и на коленях ласкать, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И дальше там очень много тоже всего, да, но говорит, вот я направляю мир, как реку, да, вот, вот такой мир он направляет, да, что это не просто вот, ну, да, покой такой, да, но это вот как река на самом деле. Я, это действительно вот два разных состояния, кто-нибудь был в Египте когда-нибудь, ныряли с маской кто-нибудь, я нырял, и с аквалангом нырял тоже. Ну, когда я первый раз приехал в Египет, и мне уже рассказывали про все прелести, которые там есть, я помню, я приехал, и погода была такая какая-то, вот не очень, мы зимой приехали, ветер дует, и вот обычно я в такую погоду не купаюсь у нас, да, вот он, ветер дует, вроде тепло, но как-то вот солнце то выйдет, то взойдет, волны как-то вот, ну, ничего не видно, какие-то камни. Я зашел туда, там, вот, кое-как, там, в этих ботинках, там, ходить трудно, ну, попробовать с полной уверенностью, что мне не понравится вообще ничего, и я сейчас быстро оттуда уйду. Ну, вот я надел маску, и вот потом плюхнулся туда, и все, я не выныривал часа три, наверное, оттуда. Вот там, там просто совсем, то есть тут у тебя ветер, тут у тебя волны, ты туда вот погрузился, там мир и покой. Там вообще нет никакого ветра, там нет никакого вот этого звука, там полнейшая тишина, там просто тебя вот, вот эти волны, они тебя просто чуть-чуть покачивают. А вот эти вот рыбки, они живут там своей жизнью все, на них вообще не влияет все, что там, ну, снаружи происходит, у них вообще там свой мир просто. Вот он настолько, настолько он спокойный там и мирный, что я просто, вот меня это так захватило, я выныриваю, здесь опять такая реальность, ну, не, я туда. Да, и вот, ну, как бы опять вот в эту реальности просто вот с этими рыбками там, там этих осьминогов тыкал трубкой, чтобы как-то расшевелить, нашел. Ну, просто, ну, я вот влюбился вот в это состояние, ну, я вот прям реально пережил вот этот вот другой мир, другой уровень сознания, другой уровень состояния просто, что там ветер, там буря, а здесь они все живут какой-то своей жизнью вообще, как будто это вообще совершенно два разных мира. И вот действительно так. И поэтому, знаете, вот Бог направляет мир к нам как реку, как поток, чтобы мы, ну, научились просто вот, независимо от того, как происходят, какие обстоятельства происходят в нашей жизни, мы просто могли вот раз и погрузиться в него, раз, и у тебя тут, может быть, в этой ситуации ничего не меняется, но Бог проговорил тебе, Бог что-то открыл тебе, Бог как-то вот проявил то, что Он с тобой, какой-то вот, ну, понимаете, меня так это ободряет, понимает, что, ну, вот Бог не зацикливается на моих проблемах, Бог не зацикливается вот на одном чем-то, да, что Его отношение ко мне не меняется из-за каких-то вот моих даже состояний, Он действительно вот, ну, в покое пребывает, понимаете, и мы можем, можем входить в Его покой. Последнюю сегодня иллюстрацию хочу дать, вот, какой наш Бог, да, чтобы мы понимали, к кому мы должны приходить. Давайте откроем Третье Царство, всем известное место, это 19 глава, это где Илья приходит на гору для того, чтобы пообщаться с Богом, да, Бог говорит, зайди ко мне и расскажи мне, что у тебя там произошло. Потому что, знаете, вот Илья, он бежит от Изавели, он сделал великие дела для Бога, он пророчествовал, он стоял в вере, он закрывал небо, он прятался от тех, которые его хотели убить, и Бог, ну, как бы, люди, как бы, вот, возвали, покаялись даже, да, пророки эти были уничтожены, да, кто помнит эту, там, 400 пророков Ваала, да, были уничтожены, и вот в этой битве Ильи, да, Бог вступился за него, и тут вдруг происходит такая ситуация, что просто Изавель, там, он там был даже так, что он, все, дождь уже пролился, да, то есть, как бы, вот, люди покаялись, дождь пролился, царь принял Илью, там написано, что Илья бежал впереди колесницы, и, да, это значит, что даже он, ну, как бы, все, вот он, духовный лидер, и сейчас придет признание, но не тут-то было, и Изавель говорит, я, мне вообще все равно, я убью тебя, и я тебе клянусь своей жизнью, что я тебя убью, и вот, представляете, вот этот Илья, который только что был, вот, ну, действительно смелый, вдруг он падает духом просто, до смерти просто падает духом, и действительно до смерти, потому что он упал под можжевеловый куст, убежал в пустыню, лег под можжевеловый куст, ну, как бы, говорят, не проверял, что у этого куста есть особенность, что это сравни с самоубийством, уснуть под можжевеловым кустом означает медленная смерть, вот, что ты уснешь и не проснешься, не знаю, правда это, неправда, но, вот, говорят так, люди какие-то, которые поизучали это все, ну, его ангел растолкал, и иди, говорит, да, туда-то, туда-то, все, вот Бог его, ну, вот он, Бог пытается его растормошить, Бог пытается его вернуть, и вот, ну, чем исцеляет его Господь? Господь его исцеляет своим присутствием, просто своим присутствием, да, все, что нам нужно часто, это действительно, вот, ну, попасть в Божье присутствие, пережить Божье присутствие, и, вот, и мы исцелимся в нем, вот, в этот покой, и каково оно, Божье присутствие? Мы часто представляем, что оно такое или такое, но вот, и я думаю, что, давайте прочитаем с 9 стиха, 19 глава. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом, остался я один, но моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо своей милостью и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? Аминь. Вот мы видим, да, как, ну я это называю, как из Ильи выходит представление Его о том, кто такой Господь. Вот из моего представления часто это тоже уходило, да, потому что Бог иногда, ну как Бог не сможет тебе открыться, кто Он, пока вот Он тебе не вынужден будет провести тебя через все то, что ты представляешь, кто Он. Потому что вот наше представление, наш религиозный разум, да, наш человеческий разум, он вот имеет всякие представления, и нам гораздо проще представить Его как огонь, как сильный ветер, как силу. Ну вот мы видим, что Он его проводит через это все, ветер, огонь, землетрясение, но написано, но не в ветре Господь, да. Это все как бы манифестация Его присутствия, все перед Ним. Знаете, вот в вихре, знаете, что такое вот это вихрь? Это называется галгал тоже, вот, кстати, вот это вот слово. Галгал, это есть вот этот вихрь, да, вот этот смерч. Вы знаете, да, что там по кругу самое сильное земля. А знаете, что в середине? Покой. Просто вот тишина, да. Вот, поэтому Бог, Он вот показывает нам, открывается нам, да, что Он действительно вот, ну, пребывает в покое, Он, Его присутствие, это как веяние тихого ветра. Поэтому не сомневайся, когда в твою жизнь Бог говорит через веяние тихого ветра, просто через вот, и вот радуйся этому. Когда ты это почувствовал, когда ты вроде раз, и Он проговорил, и ты можешь всегда сказать, то ли Господь, то ли проговорил, то ли не проговорил. Это Он или не Он? А говорит со мной или не говорит? У меня же столько проблем, я же такой вот, я такой вот, или такой вот. А тут тебе просто вот ветерок подул, тебе говорят, я просто, да, тебе Бог говорит, я здесь, я с тобой, я люблю тебя, ты мой. Вот, и, ну, и здесь то же самое. Да, и мы видим, что, ну, действительно, вот как бы мы не были зациклены, да, ну, вот на какой-то даже в своей войне, борьбе, мы правы, или прав. И Он говорит, я один остался. Но что ему божеский ответ говорит? Ну, не один ты, Илья, не один. Я сохранил, я живу, я действую. Есть люди, не переживай, есть мои люди, есть верные. Не ты один, да, ты молодец, но... Поэтому, ну, и мы видим, что вот, ну, Илья после этого, да, ну, не смог продолжить свое служение, да, он уже как бы вот Богу возвал, забери меня. И мы иногда видим, что вот это вот забери меня, это, ну, как круто, колесница, улетела и так далее. Но это не так уж круто, как кажется. Вот, хотя это слава, это сила, да, но Богу приходится вот, ну, его забрать сверхъестественным образом, но потому что или устал, или, ну, сдался, да, вот в этой всей ситуации истощился и так далее. И пророк Елисей доделывает его дело. Вот, у меня есть интересные интерпретации этого всего, ну, как бы, что вот Иоанн Креститель, Иисус и вот это, да, Давид из Саул. И так далее, да, кто какую работу делает, вот, ну, сегодняшняя тема, она вот о Божьем покое, о том, кто есть Бог, да. Вот представьте, как просто вот задумайтесь еще над этим, да, как Бог, тот, который всемогущий, тот, который вот действительно грады, молнии, громы, вот все это в его власти, все это в его руках, но лично он приходит, как веяние тихого ветра, да. Помните, как Бог приходил к Адаму, да, в прохладе дня сам Бог приходил и общался. И я рад, что наш Бог такой, аминь. И вот, ну, Иисус Христос, Он такой, и ученики Его ощущали, и я очень люблю это место, да, когда, вот, Фома там, Филипп говорит, да, ну, покажи нам Отца и довольна для нас. И Иисус говорит, Филипп, Филипп, ты столько времени со мной и говоришь, покажи нам Отца. Видевший Меня видел Отца, да, то есть, ну, видел Его как личность, ощущал Его, переживал, да. Ведь мы действительно люди, мы, ну, переживаем других людей, мы где-то вот на уровне, вот, да, мы не можем это передать. И вот ученики, они переживали Иисуса Христа, ну, вот, как личность, какой Он Бог, да. И вот недавно тоже человеку рассказывал про Троицу. И вот очень интересная есть картина православная, средневековая, я вам тоже, по-моему, рассказывал, Андрея Рублева, где Троица нарисована, да. И там откровение, там, знаете, Троица нарисована не так, что старичок, младенец и голубь, вот, это неправильная интерпретация. Откровение Троицы, там сидит три молодых человека, одинаковых на лицо, но немножко в разных одеждах, да. И Бог нам показывает, что, ну, вот, вот я такой. Я когда-то, да, вам тоже доставал такое откровение, что наш Бог – это молодой человек. Это его вот это вот состояние, что это не старик такой, которого все раздражает. Или, может быть, даже уставший, но мудрый такой. Он, как юноша свежий, да, вот, как Иисус, да, в полноте своих 30, 32, 33, да, ходил. Вот такой наш Бог, аминь, вот такой наш Бог по состоянию своему, по ощущению своему, понимаете. Он не стареет, он не изнемогает, он, ну, вот, это источник жизни, понимаете. И вот, ну, с ним интересно. И не младенец, говорю, и не старик, но он вот такой. Вот, поэтому размышляйте о Боге, входите в Его покой, не пренебрегайте Его покоем. Оцените Его, да, что у нас есть этот доступ, что сегодня уже нужно в Него входить, да, что завтра оно никогда не настанет. Мы всегда будем только в сегодня с вами разговаривать. И переживать чувства свои ты будешь всегда сегодня. Вот, поэтому вот учитесь этому, учитесь по-настоящему духовным вещам, учитесь тому, чего нас учит Библия, какой Бог. Да, как, что, вот, что Бог больше нашего сердца, больше твоего сердца. Не все в твоей жизни зациклено в твоем сердце. Не все то, как ты видишь, оно действительно является истиной, да. Илья видел много правильно, но он не видел того будущего, которое Бог собирался сделать. Аминь. Поэтому давайте будем вот, ну, иметь как можно полную картину, как можно больше мир в своем сердце. И тогда мы не наделаем всяких глупостей, за которые потом еще, ну, как бы сложнее. Но даже если мы что-то наделаем, Бог больше вашего сердца. Аминь. Аминь.